Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве ООН открывается в Стамбуле. Главный вопрос – вывоз украинского зерна. В Брюсселе человеку трудно снять жилье, если он темнокожий, бедный и одет не по-европейски. Жители города протестуют против падения уровня жизни. Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве ООН открывается в среду в Стамбуле. Планируется, что делегации проведут два дня в правительственном здании на берегу Босфора. Главный вопрос в повестке дня – экспорт украинского зерна, ожидающего отгрузки в портах, заявил накануне министр обороны Турции Хулуси Акар. Россия подтвердила факт встречи, подчеркнув, что хочет сохранить возможность контроля и досмотра судов во избежание контрабанды оружия. Украинская делегация, в свою очередь, выразила надежду, что под эгидой ООН переговоры сдвинутся с мертвой точки. На начало июля в Украине, по оценкам экспертов, заблокированы 22 миллиона тонн зерна. До сих пор страна поставляла 30% в Европу, 30% в Северную Африку и 40% в Азию. Продолжающаяся блокада может привести к серьезнейшим перебоям в мировых поставках продовольствия. Не перестают напоминать сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН. К невозможности вывести прошлогоднее зерно, которое грозит испортиться при 30-градусной жаре, добавляются сложности начавшейся посевной. После российского вторжения в Украину, площадь зерновых сельскохозяйственных угодий сократилась почти на четверть. В Бельгии вышел новый комикс на актуальную для общества тему. Его персонажи – реальные горожане, вынужденные ночевать на улице из-за роста цен на жилье. Среди них Симона Бреда, которая годами пыталась снять дом. Пока ее приютили турецкие родственники. Один арендодатель признался в Симоне, что решил продать свою квартиру, только бы не сдавать ее ей на законных основаниях. Он спросил меня, кто вы по национальности? Я ответила, а он сказал, знаю, что вы турчанка. Извините, мадам, я уже продал кому-то эту квартиру. Я расплакалась, потому что ждала целый месяц. Но в Брюсселе нет дефицита жилья. В нем строится около трех с половиной тысяч новых домов в год. Представитель организации, которая помогает людям, нуждающимся в жилье, говорит, что город реагирует на потребности частных инвесторов, а не простых людей из этнических общин или мигрантов. Часто проблема в том, что арендодатель предлагает таким людям только грязное жилье, потому что они темнокожие, носят чедру или другую неевропейскую одежду, или потому что у них нет большого дохода, сказала Анна Софи Дюпон. Эти люди вынуждены снимать то, что им дают, иначе они останутся на улице. Из-за инфляции социальная ситуация в Брюсселе ухудшается, как и в других городах континента. По всему Евросоюзу проходят демонстрации протеста против падения уровня жизни. Общественная организация Housing Europe сообщает, что аренда квартир дорожает самыми быстрыми темпами за последние 10 лет. Это подтверждает агентство Евростат. По свежим данным, цены на жилье выросли на 9,4% в еврозоне и на 10% во всем Евросоюзе с прошлого года. Примерно так же дорожают и строй материалы. Генеральный секретарь организации Housing Europe призывает брать пример с Австрии. «Посмотрите на Вену», — сказала Сорча Эдвардс. Австрийские города все больше предоставляют временное жилье по ограниченным ценам, чем на долгий срок. Трое из пяти обитателей Вены живут в муниципальных квартирах. Многие говорят, что именно поэтому в австрийской столице столь высокие показатели качества жизни. А в Брюсселе в очереди на получение социального жилья стоят более 50 тысяч семей, что составляет около 10% населения города. А богатые бельгийцы все больше перебираются из центра в предместье. Совет Евросоюза утвердил переход Хорватии на единую европейскую валюту. В начале следующего года эта страна официально станет 20-м членом еврозоны. Это происходит в несколько неблагоприятное время для Союза, где галлопирует инфляция и растет стоимость жизни. Многое в Хорватии может подорожать в результате округления цен при пересчете с местной куны на евро. Тем не менее, это знаменательное событие для бывшей Югославской республики, пережившей вооруженный конфликт в конце прошлого века и вступившей в ЕС в 2013 году. Это большой день для Европейского Союза и для Европейского Валютного Союза, сказал министр финансов в Хорватии Здрав Кумарич. Тот факт, что наша страна станет 20-м членом еврозоны, также является четким сигналом о продолжении европейской интеграции, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это сильное, позитивное послание всем нашим гражданам, всем нашим клиентам и всем нашим рынкам. Такие геополитические факторы, как война в Украине, привели к ослаблению единой европейской валюты. Евро находится сейчас впервые за 20 лет на одном уровне с американским долларом. Сотрудник германского фонда Маршалла считает, что вступление Хорватии в зону евро окажет стабилизирующее влияние на экономику и политику обеих, облегчит инвестиции и снизит обменные сдержки. Очевидно, что такая страна, как Хорватия, которая не так давно сама пострадала от гражданской войны и крупных разрушений, теперь становится полноправным членом внутреннего ядра Европейского Союза, сказал Якоб Киркигор. На мой взгляд, в среднесрочной и долгосрочной перспективе хорваты выиграют от гораздо более низкого уровня инфляции, от денежной стабильности, более низких процентных ставок и, конечно же, от политического влияния, которое членство в зоне евро дает вам, в отличие от тех, кто не является членом. Первый января представитель Хорватии станет полноправным членом Совета управляющих Европейского Центробанка. Обменный курс установлен на уровне 7,5 кун за 1 евро. Когда-то в этом здании находилось посольство Франции в Османской империи. Теперь здесь возрождают почти забытое в Ливии искусство филиграни. Ювелирную технику, при которой тонкий узор из золотой или серебряной проволоки, напаивается на металл. В Ливийской академии традиционных золотых и серебряных ремесел учатся около 20 студентов. Молодых и не очень, но одинаково горящих желанием не дать филиграни, уже пострадавшие от десятилетий воин и диктатуры, уйти в небытие. В 83-м или 84-м даже государство было против ремесленников. Оно разрушало традиционные ремесла, участвовало в их уничтожении. Некоторые наши молодые мужчины шли в армию, другие меняли профессию. Абдель Насыра Букхрес со своим отцом годами работали в секрете, продавая украшения лишь проверенным клиентам. Теперь он передает мастерство молодым, в надежде справиться с потоком, по его словам, некачественных вещей из Египта и Китая, наводнивших рынок. Мне бы хотелось, чтобы ливийские ремесленники сохраняли наше ливийское наследие. Очень грустно, когда это никто не поддерживает. Почти половина студентов Академии – женщины. Самому молодому ученику всего 12. В начале я боялся, что у меня не получится, потому что я слишком молод. Но моя мама поддержала меня. Я хочу работать нефтяным инженером утром и ювелиром вечером. Я учусь в Академии 6 месяцев. Первое, чему я научился, было черчение, как нарисовать что-то перед тем, как создавать дизайн. Потом я научился делать медные украшения. Это был первый шаг. После 4 месяцев я начал учиться создавать серебряные украшения. Студенты Абдельна Сыра Абукхреса уже продают свои изделия онлайн и на улицах Медины-Триполи. Основатель Академии надеется, что однажды сможет открыть похожие мастерские по всей стране. Время возродить ремесло – восклицает он. Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на средние и длинные дистанции Муфара рассказал, что в 9-летнем возрасте его по поддельным документам привезли в Великобританию торговцы людьми. По словам самого титулованного британского легкоатлета, его настоящее имя – Хусейн Абди Кахин, и он родился на севере Сомали. По приезде в Великобританию ему за еду пришлось выполнять работу по дому и присматривать за детьми. Датчанин Магнус Корт Нильсон стал победителем 10-го этапа велогонки Тур-де-Франс. Он преодолел дистанцию в 148,5 километров за 3 часа 18 минут и 50 секунд. Вторым финишировал австралиец Николас Шульц, а третьим – испанец Луис Леон Санчес. За 36 километров до финиша гонку пришлось прервать на 10 минут из-за экоактивистов, которые пытались привлечь внимание к проблеме изменения климата. Около 10 человек с дымовыми шашками в футболках с надписью «У нас осталось только 989 дней» сели на трассу и приклеили руки к асфальту. Полиции пришлось буквально отдирать их от дороги. В общем зачете пока лидирует словенец Тодей Пагачар, несмотря на то, что в этом этапе он приехал к финишу 20-м. Следующий, 11-й этап Тур-де-Франс начнется в городе Альбервиль и завершится в Альпах на высокогорном перевале Коль-Дюгранон.